Мы говорим на одном языке, Радио Русский Голос. — Спектакль назывался «Фаина» или «Ненаписанная книга». Ну вот хоть несколько слов скажите об этом событии. — Постараюсь уложиться в несколько слов. Это очень дорогая нам работа, и мы ею занимались довольно долго. Это наша собственная пьеса, я ее делал тоже полгода. На основе многочисленных материалов, огромное количество публикуется, о Раневской, как вы знаете, мемуары о ней, отрывки из ее собственных дневников, каких-то полууничтоженных записей. И вот мы из этих материалов сделали действие некоторое, можно было бы назвать монопьесой, если бы играла одна актриса. Ибо это монолог Раневской, каким могла бы быть ее мемуарная книжка, скажем. Монолог, ну в том жанре, в каком, может быть, многие помнят, был спектакль «Балкон Голды о Голдемире» или там «Мастер-класса» «Мария Каллас». Но мы не монопьесу играем, то есть монопьеса по жанру, но она у нас на шесть голосов, у нас шесть актрис играют Раневскую все вместе. Это не разные там этапы ее жизни, даже не разные ипостаси характера. Даже не знаю, как это сказать. Просто каждая примеряет на себя этот удивительный образ. И шесть актрис, плюс еще четверо актеров, которые играют эпизодические роли. Их всего сорок эпизодических ролей, примерно по десять на каждого. И это очень, повторяю, важное и дорогое нам произведение. Я не знаю, насколько оно получилось, судя по реакции зала. В общем, кое-чего нам удалось достичь. Но нам очень хотелось, во-первых, прикоснуться к этому тексту удивительному. Во-вторых, к этой судьбе уникальной. И в значительно меньшей степени, так сказать, шутить напропалую, как некоторые ожидали, сидя в зале. Думали, придут, будет что-то вроде капустника там. А у нас был, в общем, спектакль очень серьезный, я бы сказал, печальный. И когда люди расходились, боюсь сказать, но многие плакали. Вот, в конце. Я это помню, мама. Спасибо. Что ты думаешь? Что ты понимаешь? Ты ничего не понимаешь, белоручка. Посмотри на мои руки. Я была прачка, я стирала грязное солдатское белье. Я была полы в общественных уборных. Я по месяцам не ела ничего, кроме хлеба. А разве всегда был хлеб? Масло. Сын мой, мальчик мой, ты работал. Работал. Работала для тебя. Все для тебя. Это, пожалуй, самое эмоциональное представление из того, что нам пришлось сделать за 11 лет существования нашего театра, которое называется, как вы знаете, Baby Boomers Company. Каждая из актрис, выходя в роли, первая фраза, которую она произносила, и это тоже для нас было очень важно, принципиально, первая фраза была одна и даже у всех. Я не похожа на Раневскую. И вот когда Белла решилась переехать из Парижа в Москву, я отправила ей письмо. Работник посольства, выдававшей сестре визу, рассказывал, что сестра явилась накануне отъезда и отказалась от поехки. «Почему?» – спросили ее. «Я не могу ее. Моя сестра в Москве сошла с ума. Смотрите, что она пишет. Я о чем не волнуйся, приезжаю, площадь для тебя есть». «Зачем мне площадь?» «Что, я памятник?» «Мы не стремились их сделать похожими и обмануть зрителя. Нет. Это попытка примерить на себя ее роли, ее судьбу и поделиться своим ощущением со зрителем. Мы сыграли два раза, 14 и 21 апреля. Это очень мало для такой работы. Два с половиной часа идет этот спектакль. Когда Эйзенштейн захотел снять меня в роли Фросинии Старинской в своем многострадальном «Ливане Прознамо», Большаков категорически настаивала, чтобы в роли Фросинии играла русская женщина без всяких компромиссий. И на роль уцвердели «Серафима Пиро», которая в пятой игроке, значит, «Волтон». Вы просто просились на вопрос. Так, и когда будет третий, четвертый показ? Да, мы планируем представление в Сан-Франциско, мы точно еще не знаем дату, но обязательно привезем спектакль сюда, в Сан-Франциско. Это будет, скорее всего, в июне. В июне. В июне, ну, летом. В летние месяцы. Обязательно, обязательно. Мы хотим поехать в «Волнед Крик», где у нас есть замечательные зрители, которым до нас добираться нелегко. Нас звали в Лос-Анджелес, нас звали в Бостон, но это еще неизвестно, когда мы сделаем. Вероятно, уже осенью. А потом мне сказали, что главному киноначальнику Большакову мечта кажется слишком длинной. И он потребовал выбросить из фильма именно эту сцену в тюрьме. Мне казалось, меня простыли насквозь. Это на самом деле серьезно. Дело в том, что многие мои знакомые, и это отнюдь не всегда пожилые люди, живущие в Сан-Франциско, у них просто нет машин. Да, да, да. Вот. И надо приезжать в Сан-Франциско, и надо его показывать, и мы это сделаем непременно, потому что еще и самим хочется играть этот спектакль еще и еще. Обычно ведь как получается? После второго, третьего спектакля только начинаешь понимать, как это надо делать по-настоящему. А тут вроде как. Да, но трудно быть репертуарным любительским театром, как вы сказали, в ситуации, когда люди работают днем. Ну да. То есть, да, обычно, как главреж говорит, так, к десяти на репетиции. Конечно. Здесь эти инженеры, преподаватели, врачи, они приходят после работы уже достаточно усталые, и это длится процесс, поэтому дольше. Ваши сочинения и жизни людей на почве разных факторов вызывают переживания. И еще меня привлекает ваше женское начало, так как женщина средней убитонности это мой эколог. На почве у вас у него много шепновидений, связанных с вашим участием, где вы поигрались в разных полах вашего зовущего телосложения. Огорчила меня только ваша статья про артистку Раневскую. Артистку не знаю и знать не хочу. Артистки, согласно вашему уже яркому описанию из данных поведения. Старусь, нейробально помешанная, такая и ларека грабить можно. Артистки, как факт, все легкого поведения. Им лишь бы в ресторанах закуски есть и мужей отбивать. Нет, писать надо про людей таких, как я, про мой возраст. Вот с некоторых пор меня кучает один животрепещущий вопрос. Почему это раньше люди происходили от обезьяны, теперь нет? Какое имеется на то, научное обоснование. Отвечайте немедленно, голова лопается от мыслей. Ну, я люблю любительский театр. Я люблю его. И смотрите, как вот сейчас у нас бум буквально. И театр Саши Лизненкова, и спектакль, который делает Валера Канович, и другие представления, которые здесь, в Сан-Франциско, проходят театральные, полутеатральные. Вероятно, наступило какое-то время, когда уже там не один-два коллективчик в разных концах тихо в подвальчике существуют, это есть и потребность публики, и есть потребность людей играть на сцене, и она как-то реализуется все больше и больше. Как хочется верить, что вы правы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова